Всем привет! Сегодня у нас вторая часть по изготовлению светильника. Так что на том, на чем вчера остановились, сегодня продолжим. Правда я уже продолжил чуть дальше. Я присоединил уже светодиодную пленку, вот эту ленту, на которую были напаяны светодиоды, на алюминиевый профиль прямоугольный, на термопасту и здесь просто вкручиваю обычными саморезами через отверстие. Все крепко держится. Так что сейчас продолжаем это делать. Все оставшиеся вот у меня здесь еще две ленты тоже наклеиваем на аналогичные вот такие вот плентуса. Ну что, вот все готово. Теперь их осталось подключить, пока они просто в воздухе болтаются, и проверить на условия перегрева, не перегреваются ли светодиоды. У меня градусника нет, просто я включу сейчас, через 10 минут посмотрю, через час пальцем. Если палец терпит, значит нормальная температура, а если не терпит, значит будем думать уже. Так что сейчас я это все подсоединю, только вот изоленту мне бы найти, и тогда включу и посмотрим. Все готово, все подсоединил, так просто заизолировал временно. Сейчас включу, и первый контроль сделаем через 10 минут. Так, ну что, я здесь все сейчас потрогал, точнее уже прошло, конечно, не 10 минут, а где-то минут 40, но довольно горячие, чересчур рука не терпит, поэтому сейчас добавлю прям на сам этот алюминиевый радиатор еще 4 светодиода. В общем, пока добавлю все, наверное, светодиоды, и потом их припаяю, просто наклею прям к радиатору. И тогда уже еще раз повторим эксперимент попозже. Ну что, вот я наклеил их сюда, 6 штук, все, что у меня остались лишние. Сейчас я их, ну, когда клей высохнет, часа через 2, наверное, может через 3, я их все сюда припаяю, и запустим лампу снова. Так, ну что, я вчера присоединил дополнительные 6 светодиодов сбоку на алюминиевый профиль, просто приклеил их, припаял, и температура стала хорошая. То есть красные светодиоды, они сами фактически вообще не греются. То есть если пальцем дотрагиваешься до линзы, то, ну, почти не ощущаешь тепла. Там где-то, наверное, градусов 38, может быть 40. То есть на самом светодиоде, я думаю, что, ну, не больше там плюс 10 градусов. А вот, ну, синие светодиоды ведут свои конструкции, потому что там другие материалы использованы, другой ПН-переход там. Он греется больше, но это уже не изменить. Так что оставлю пока как есть, потом просто эти светодиоды перемещу на отдельную маленькую подложечку. И всё, чтобы они не были на одном профиле, потому что этот один профиль, он греется немножко сильнее, чем все остальные, ввиду того, что там сбоку они наклеены. В общем, сейчас будем делать последние уже финальные, я надеюсь, сегодня штрихи. Это сейчас сделаем обычный деревянный каркас, для... и в котором уже будут устанавливаны вот эти самые наши планки со светодиодами. Так что тут ничего сложного не должно быть. Сейчас я всё это напилю, скреплю и покажу. В принципе, просто обычный каркас прямоугольный, две штуки, и всё. Для начала нужно собрать две вот такие вот элементарные конструкции. Просто вот каркас. Я его даже никакими уголками, ничем скреплять не стал, просто на саморезах, потому что лампочки очень лёгкие, ничего не весит, поэтому толку усиливать под нагрузку их вообще нет. Так что вот сейчас второй соберу под вторую полку, и всё. И можно будет сделать обычную палочку для регулировки высоты, и в целом почти всё будет готово. Вот он, каркас в готовом виде. Вот на этих планках будут лежать алюминиевые профили со светодиодами. Регулировка простая, безо всяких изысков. Просто вот эту палочку перемещаем по саморезам. Здесь вот накручены они, просто на них она спокойненько ложится, и всё. Таким образом можно будет регулировать высоту, когда уже растения будут подрастать. Вот сейчас вторую полочку, которую поменьше сейчас доделаю, точно так же саморезов накручу, и всё. И, наверное, уже сразу сейчас я допаяю лампы. Я купил сейчас сегодня в Оленино проводов тонких. Так что немножечко допаяю, потому что вчера я припаял толстыми, они очень неудобные. Неудобные, так что сейчас всё это быстренько дело перепаяю, и всё, наконец-то лампа будет готова. Ну что, вот полкой установлено на своё законное место. Под неё уже перешла часть нашей рассады, точнее, вся пока что высаженная. Вот эти пальмы росли под лампочкой, а вот здесь точно такие же, которые росли на окне. Крошечные, вытянутые, как, я не знаю, тоненькие спичечки. Так что люминесцентная лампа явно работает. Сейчас посмотрим, как будет работать светодиодная. По виду очень даже хорошо. Ну что, всё. На этом изготовление лампочки закончено, рассадной. Так что всем пока-пока.